На такой вопрос. Ну, другими словами, Малер предполагает, что требованием насчет Украины Путин хочет выиграть что-то меньшее. Так ли это и что это может быть? Концептуально это так и выглядит, что Путин хочет замахиваться на что-то большое, чтобы оставить у себя малое. Что малое? Не расширение НАТО? Да мне кажется, что он уже, по-моему, после, скажем так, усиления Турции и после создания Турецкого Азербайджанского Союза, он понимает, что Россия уже на Кавказе не сидит. Потому что исламский фактор, турецкий фактор, успехи Азербайджана экономические, они проецируют на юг России силу Турции. И в Грузии Турция не просто присутствует. Кстати, как альтернативный сценарий по Абхазии, по возобновлению грузинской территориальной целостности, именно влияние Турции может Абхазию развернуть в сторону Грузии и сделать более сговорчивой и вытеснить российское влияние из Абхазии, из Северного Кавказа. Поэтому россияне это понимают. И тут, когда Путин орет против НАТО или против усиления присутствия американских войск и американского фактора в Европе, то он не понимает, что ведь американцы не были против путинской концепции Европы от Бреста, французского до Владивостока. Еще даже после агрессии в Грузию со стороны России этот концепт еще жил, но после агрессии против Украины все поняли, что никакой единой Европы от Бреста до Владивостока не получится. Потому что как ты волка не корми, а авторитарный режим не может уживаться с демократиями. Он всегда будет нападать на демократии. Особенно если эти демократии в военном потенциале чуть-чуть слабее автократии. Сила тоталитарных режимов в том, что они могут очень быстро и единоличным решением принять какой-то фатальный сценарий. В этом смысле авторитаризмы довольно успешны. Мы помним иракский режим, как он открыл агрессию и потом получил операцию возмездия международных сил. Напомним, как режим Милошевича. А мне кажется, что вот эта история по бывшей Югославии, это показательный урок от сильных мира СИО именно Российской Федерации. В России показали, что если вы не хотите жить по-человечески, будет с вами как с Югославией. И почему так Россия цеплялась и дальше цепляется за этот союз из Сербии, за дружественные отношения. Но дело в том, что Сербия стоит на пороге в НАТО и в Европейский Союз. Большинство славянских стран есть странами НАТО и Европейского Союза. Ну вот Украина еще завершит этот круг и останется Беларусь и Россия. Хотя беларусы по своему сознанию, ну сознание среднего беларуса, не менее проевропейское, чем украинцы. Вот в чем загвоздка. Поэтому у Путина остается очень мало. Он пытается разменять, наверное, Украину на Беларусь, оставить себе малое, оставить себе Крым. И, возможно, даже ради этого уйти полностью с Украины, там выкопать ровно, пустить крокодила на украинско-российской границе и на этом успокоиться. Но я думаю, что экономику ему никто не вернет на европейские рынки и экономические отношения в дальнейшем он не сможет переориентировать на другие рынки. Потому что в целом, кроме сырья, в России нет никакого другого конкурентного продукта. А с оружейного рынка Россию точно будут вытеснять. Поэтому что он хочет для себя? Оставаться лидером какого-то движения неприсоединения, типа Индии или Югославии? Ну, я думаю, что этого мало. Но, в конце концов, долги перед Китаем и вот этот экономический и авторитарный магнетизм Китая, он же как, войны большие начинают авторитаризмы всегда. А тут два авторитаризма, китайский и российский, с несопоставимым потенциалом. Ну, и кто поделит жертву ИКО в этой ситуации? Мы же прекрасно это все понимаем. Если Путин хочет выторговать для себя какой-то ассоциации с демократическим миром, сохраняя авторитарный режим, то он должен вообще уйти со всего постсоветского пространства и взять на себя кучу обязательств по правам человека на самой территории России. Но я думаю, что там дозревание народов до самостоятельной жизни, особенно Якутия, а Якутия – это часть именно Великого Турана, и активность Великого Турана по сохранению идентичности, по развитию тюркских языков, по созданию единого культурного поля, она приносит уже очень быстрые результаты. Софт Пауэр турецкий проектируется, в том числе на Украину, ведь украинцы смотрят турецкие сериалы, и даже большой разницы между жизнью турков и украинцев в них не видят, и больших различий, те же эмоции, те же надежды, те же даже кухня, которая понятна украинцам. Так что, что Россия в данной ситуации хочет получить на выходе? Ну, непонятно, потому что ресурса для возобновления такого постсоветского пространства в России нет. Нет технологий. Даже военного потенциала в России не хватит, чтобы захватить Украину, или если войны одновременно начнутся, в России не хватит потенциала. Тем более, что с Кавказом там настолько автономии кавказские ушли от России и живут по каким-то своим неписанным правилам, ну, в Ичкерии, во всяком случае, там уже больше исламское законодательство, наверное, живо, чем российское, поэтому законы Российской Федерации в большинстве субъектов Северного Кавказа просто не действуют. Это все прекрасно понимают. Так что тут, если Путин хочет сохранить страну в тех границах, которые получил в 1991 году, это один уровень желаний и одна логика поведения. Но вот эта экспансивность, агрессия, она же создает предпосылки для наказания агрессора. И я думаю, что территориальные уступки будут в части компенсаций, которые выдвинут страны, понесшие потери после российской агрессии. Поэтому тут очень много факторов. Во всяком случае, мы точно, никто из серьезных таких прогнозистов не пытаются сейчас отстроить Россию 2050 года. Будет ли она конфедерацией, будет ли она вообще существовать в границах нынешних? Но то, что дезинтеграция России идет полным ходом, показатель тому уровень закредитованности регионам. 69 или даже больше 70 регионов закредитованы больше, чем на 100% валового продукта. Они все должники. Вся структура Российской Федерации удерживается силами, по-моему, 10 регионов. В том числе Ханты-Мансийским регионам. Якутии, кстати, которая от федерации мало чего получает. Поэтому за Уралией кормит всю Россию. И рано или поздно жители этих регионов захотят чуть-чуть улучшить свое благосостояние.